Всем привет! Доброго времени суток! Продолжим наш кино-журнал о выращивании культур. И сегодня, значит, одна из важнейших, интереснейших тем. Перед этим, просмотрев все предыдущие публикации, осталось, естественно, очень много открытых и важных вопросов. Вот сейчас мы ответим еще на один из этих вопросов. Для начала мы посмотрим вот сюда в шкафчик. Что мы здесь видим? Мы здесь видим какие-то растворы, да? Вот растворы здесь, ага. Вот здесь мы видим, там кто-то у меня, использователь, спрашивал относительно, ну как вы там рейши собрали. Вот, это была, к сожалению, настоечка у нас здесь была, грибная. На эту тему расскажу, потом грибной они год. Здесь вот растворы. Что хотелось бы сказать о растворах? Помните, что для хранения клеточных культур очень большое значение. Имеет такой вот показатель, который здесь вот обозначен. Пишется теоретическая осмолярность. 308 миллиосмомоль на килограмм. Это высокая осмолярность. При такой осмолярности клетка становится нежизнеспособной. То есть, в растворе хлорида натрия клетки погибнут. Значит, так хранить их нельзя. Еще по сути хотел отметить, что вот в основном в аптеках все переходят на пластиковые флаконы. Ну, он тоже довольно-таки прозрачный, но, конечно, это несравнимо со стеклянным флаконом. И поэтому я, фактически, если где-то нахожу вот все-таки растворы в стеклянных флаконах, то сразу покупаю их большое количество, потому что очень непросто найти именно его в стекле. Вот есть в пластике. Ну, за неимением другого будем использовать то, что есть. Вот наш герой. Это, значит, культура штамма М5. Это серия 10. Видим, там вот такие просто колоссального размера такие сгустки. Такого я не наблюдаю ни в одном другом флаконе. Вот видим, здесь все абсолютно прозрачное. Флакончики. И только вот в этом какие-то образовались вот такие шарики. Посевы на питательные среды показали жизнеспособность, хорошую жизнеспособность вообще вот этих клеток. К вашему сведению, что вот это флакон, это серии, которые хранятся при пониженной комнатной температуре. Скажем так, при 12-15 градусов. И не хранятся при низких температурах. Есть другой боекомплект, который хранится в холодильнике. Этот раствор, я вам скажу, что он не замерзает. Состояние у него, значит, солевое состояние такое, что фактически при минус-минус температуре он все равно находится в жидком таком состоянии. Посев культур из холодильника показывает тоже, что они жизнеспособны. То есть минусовая температура мало влияет, скажем так, на вот эти клетки. Теперь посмотрим, ну вот видим, что там внутри находится какая-то взвесь. Вот это наш герой. Вот это наш герой, потому что штамм вот именно М5 серии С4 дал колоссально быстрый рост. Вот, чтобы вы понимали в дальнейшем, чтобы приступать к работе вот именно с такими жидкими средами, это нужно быть микробиологом как минимум где-то 60-го уровня, 60-го левела, для того, чтобы вообще понимать, с чем вы имеете дело. Потому что все клетки в этих флакончиках, они все выглядят одинаково. Какой-то из публикаций я вам показывал инфицированную клетку, инфицированный флакон Шиитаки, в котором находится просто взвесь пенициллина. Она выглядит точно так же, точно такие же мутные какие-то комочки плавают внутри. И визуально отличить это все один от другого можно только в том случае, когда сделать посевы этих культур на питательные среды, и притом только на твердые питательные среды. Для того, чтобы изготовить, например, вот такие флаконы, нужно провести очень серьезную исследовательскую работу относительно жизнеспособности этих клеток, относительно того, как они растут, насколько быстро они растут. И это все мы будем производить только на агаровых средах. В дальнейшем, естественно, проводя какие-то манипуляции, что не исключает все-таки, опять же, момента инфицирования, после этого, если все на агаровых средах пошло хорошо, то мы можем эти клетки перенести уже в питательные среды в колбах. И будем надеяться на тот момент, что в колбах, тоже в процессе этих манипуляций, мы не несем какой-то инфекции, и в результате у нас вырастет все-таки культура вешенки, а не пенициллин или триходермы. Ну, вот, как вы видите, главный вопрос, на который я хотел ответить, вот именно опубликуя вот этот материал, мы видим здесь обозначено число хранения, это 4 мая 2013 года. Сегодня у нас 26 января 2015 года. Таким образом, путем простых подсчетов, можем видеть, что вот этот флакон уже хранится на протяжении полтора года, и подтверждение мне не хотелось там уже особо искать. А, и подтверждение всего вышесказанное. Вот видим рост культуры, видим, что здесь это серия 10 штамма М5, видим, что культура жизнеспособна. При том, что еще эта серия 10, вчера мы смотрели, значит, ее в ламинарном шкафу, значит, серия 10 показала очень хорошую жизнеспособность, очень хороший рост. Таким образом, ну, не будем там перебирать все флаконы, думаю, вы мне доверяете, а если не доверяете, то я вас и разубеждать ни в чем не буду. Главное то, что вот культура в этом составе хранилась полтора года при температуре плюс 12, плюс 15 градусов, и через полтора года показывает хорошие результаты роста. Ну, и сейчас это мы только такие, как сказать, микологические можем получить результаты, то есть видим произрастание белого пушка, будем надеяться, что это все-таки мицелли и вешенки. И в дальнейшем, уже после перехода по банкам, из банок по пакетам, когда у нас будет уже посевной рабочий мицелли, будем высевать его на блоки, и тогда сможем оценить активность и эффективность наших проведенных вот этих всех манипуляций. Ну, и хотелось бы еще, добавить какие-то, ну, вот, опять же таки, о сроках хранения. Да, давайте немножко еще продолжим. Вот, сегодня, как я сказал, 26 января 2015 года, вот здесь хранится мицелли шиитаки. Ну, четко видим, что это шиитаки, вот это черное пятно, это показывает то, что это все-таки мицелли шиитаки. Значит, дату, может, видите, это 28-го, 11-го, 13-го года. Это, что у нас получается, 28-го ноября, правильно? 28-го ноября 13-го года. Это опять 28-ое ноября 2013-го года. Вот эти всплески роста, из-за чего они образовались. Ну, хотелось так, вот, действительно проверить, насколько это все, вот этот рост, насколько они там живые. Ну, получилось так, что холодильник находится в помещении, которое, можно сказать, не отапливается, и очень низкая температура воздуха зимой на улице. Пришлось их перенести в помещение, как только они попали в соответствующие условия, то есть повышенную температуру, они срали, зудали, вот такие всплески роста на этих культурах. И говорят нам о том, что с нами все в порядке. Здесь мы видим, это еринги, тоже самая история. Здесь немножко подсохший, но если сюда добавить правильный раствор, то они реанимируются. И вот, очень интересный у меня есть такой материальчик. Вот, это хорошая чистая культура. Вот, видите, дату ее получения. Это вообще, это споровая культура королевской вешенки, которая была получена из спор королевской вешенки, из грибов. Довольно-таки чистый материал. Нету никаких погрешностей при его получении. Скорее всего, что он очень, тоже самое, жизнеспособный. Но, скажу тем, кто пытается получить всякими способами грибные культуры, там, из магазинного шампиньона, из, там, каких-то спор, поймите один тот момент, что вот именно в споровой культуре здесь есть смесь клеток, которые могут иметь разные генетические материалы, иметь свои разные потенциальные свойства для роста и плодоношения. То есть, пройдет очень длительное время, это не менее полугода, до тех пор, пока мы выведем из этого, пройдем по всех этапах производства, вот мицелия, вот разных исследований, просевают через разные культуры. И если в результате мы получим баночку уже белого мицелия, то есть, ну, или там, пакет этого мицелия, результат можно будет оценить только тогда, когда у нас пойдет урожайность этого блока, уже не говоря о количественном, то есть, качественном вопросе этой урожайности. Это будет один гриб, или это будет 100 килограммов грибов из одного блока. Этот вопрос будет открытым до тех пор, пока мы это все не проделаем. То есть, процесс введения какой-то собственной культуры довольно-таки трудоемкий, и нужно помнить, что культура имеет такой важный параметр, как паспорт, и, в принципе, для более таких полноценных изысканий на этом поприще нужно покупать культуру с паспортом, и тогда более определенный вы знаете, с чем вы на самом деле будете работать, можете сэкономить много своего времени, и не задавать потом каких-то вопросов, а что, а почему и как. Да, не забудьте, там под роликом есть вот такой вот знак, если вы до сих пор еще не воспользовались, то, пожалуйста, воспользуйтесь, и не забудьте, что подписка на канал гарантирует вам получение самых свежих материалов на тему производства мицелия, производства грибов, и не только.